Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы смотрите программу «Тема дня». Сегодня с вами работаю я, Ирина Чекунова. А теперь представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня у меня очень интересные гости. На мой взгляд, я думаю, что наш разговор понравится и вам, и вы примите в нём активное участие. Я представляю Александр Евгеньевич Усанин, писатель, общественный деятель, создатель и бессменный руководитель национальной премии «За доброту в искусстве на благо мира», вице-президент благотворительного фонда «Светлый мир», член Тверского регионального общественного совета федерального проекта «Историческая память». Александр Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Все ваши титулы правильно назвала? Почти. Алексей Николаевич Виноградов, заместитель председателя Тверского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Союз десантников», куратор интерактивной выставки «Четыре эпохи воинской славы Твери». Алексей Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте. Левицкий Владимир Андреевич, региональный координатор федерального проекта «Историческая память». Владимир Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. И наш частый гость нашей программы Андрей Станиславович Савельев, заместитель военного комиссара Тверской области, председатель Тверского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Союз десантников». Андрей Станиславович, приветствую вас. Добрый день. Предлагаю начать с темы, которая объединяет вас всех, всех, кто собрался сегодня за этим круглым столом. Это интерактивная выставка «Четыре эпохи воинской славы Твери». Наверное, не все, к сожалению, жители нашей Тверской земли знают, что у нас есть четыре эпохи, что у нас есть воинская слава, и что нашей Тверской земле поистине есть чем гордиться. Ну, давайте с кого начнем? С Алексея Геннадькова, как главного координатора и вдохновителя этой идеи. Ну, что хочу сказать, что, Ирина Владимировна, вы, как всегда, совершенно правы. У нас действительно в Твери существует и действует уже практически три года интерактивная выставка «Четыре эпохи воинской славы Твери». Она размещена на базе штаба Тверского регионального отделения «Союз десантников». На данный момент ее посетили более пяти тысяч ребят, преимущественно числа молодежи, жителей города Твери и Тверской области. Основная идея в том, что выставка говорит о тех эпохах воинской славы нашей Тверской земли, которыми вправе мы гордиться, как наследники предшествующих поколений, которые защищали нашу землю. Алексей, я перебью, но само название говорит «воинская слава». Это уже значит, есть чем гордиться, этим уже надо гордиться. Ну, Юрина, тут, Владимир Владимирович, здесь все совершенно точно. Мы делаем упор на то, что, во-первых, только факты. То есть мы говорим вот те именно страницы истории побед именно Тверского оружия на нашей Тверской земле. Потому что сразу делаем акцент на том, что война всегда нашими предками велась на нашей Тверской земле оборонительная. Мы никогда не нападали ни на кого, не хотели чужих земель, ресурсов и так далее, навязывания своих идей, образа жизни и так далее. Наши предки этим никогда не занимались, и мы наследуем именно эти традиции, что укладываются в рамки тех духовных скреп, которые существуют на территории Российской Федерации в целом. Это первое. Делаем особый упор на эпоху Михаила Ярославовича Тверского, безусловно, как покровителя Тверской земли. Мы объясняем, чем он вошел в историю, и как первый князь всей Руси, и как одержавший победу в Бартеневской битве, а это первая победа русского оружия с момента установления татаро-монгольского иго, это важно. Это именно наша Тверская земля, это именно Бартеневская битва. И третий момент, что он совершил подвиг как гражданин, когда добровольно отправился на суд хама узбека в Золотую Орду и принес себя в жертву, был казнен, но спас Тверскую землю от карательного нашествия и полного уничтожения. Это первый момент. Второе, мы, естественно, говорим о эпохе смутного времени, потому что наш Тверской Кремль добивал последних польских интервентов аж до 1618 года. То есть совершенно абсолютно исторический факт. Третий момент, это, безусловно, Отечественная война 1812 года, на которую ушло больше 14 тысяч наших земляков. У нас есть отдельный экспонат, который мы делали при помощи проекта «Историческая память», открывали его в декабре прошлого года. Это как раз экспонат Тверской ректу, ректу 1812 года. Больше 14 тысяч наших земляков прошли всю Наполеоновскую кампанию. И, естественно, четвертый эпох, который завершает тематику выставки, это Великая Отечественная война, особенно, конечно же, освобождение Калинина от немецко-фашистских захватчиков, как первого областного центра Советского Союза, освобожденного от них. Это абсолютный факт. Естественно, Жевская операция. И вот эти два факта, которые совершенно справедливо дают нам повод для гордости, как наследниками тех, кто защищал нашу Тверскую землю с оружием в руках. Я была недавно, в конце прошлого года, в вашем музее, я его называю музеем, можно назвать как угодно интерактивным. Смело можно назвать. Да, потому что это, на самом деле, такие интересные экспонаты. И я посмотрела, с каким удовольствием и с какой активностью ребята, которые приходят к вам, участвовали в этой работе. Перед ними выступают взрослые дяди, скажем так, все показывают. Вы рассказываете, и сколько было поднятых рук. Ребятам это поистине интересно. Вот, кстати, Александр Евгеньевич, вот вас с Тверской землей непосредственно, вы тоже были на этом открытом уроке, можно назвать и так. Можно назвать и уроком мужества, почему бы нет, потому что на таких уроках мы учимся, мы воспитываем нашу молодежь, да. Вот ваша цель приезда на такой открытый урок, ваша, все-таки наверняка забота много и в столице. Ну, во-первых, с Тверской землей меня много что соединяет, потому что мои прадеды отсюда, к тому же у меня небольшой участок земли здесь, рядом с Медным. И самое важное, что я являюсь учредителем премии «За доброту в искусстве на благо мира», где участвует множество творческих коллективов из Твери и в том числе даже молодежные коллективы. Немножечко расскажу об этом проекте. Мы его придумали с Валентиной Васильевной Толкуновой. Это премия, которая вручается в первую очередь именно за доброту. Сейчас множество кинопремий оценивают только профессионализм. И в результате множество Оскаров или Золотых Орлов может получить фильм, который хорошо снят, но ничему хорошему не учит. Это правда, да. Развращает даже. И вот мы как раз сделали такой проект, где зрители сами рекомендуют друг другу, что стоит смотреть. И ставят оценки за доброту. И каждый желающий может номинировать произведение, которое ему понравилось или которое он создал. То есть наравне с профессионалами участвуют также любители. Сайт на благомира.ру. Заходите. Проект круглогодичный. Каждый месяц добавляется порядка 200 работ. То есть каждый день вы можете заходить и увидеть 5-10 новых добрых работ. Вот фактически вот этот такой остров доброго искусства, который я рекомендую как раз использовать всем педагогам в патриотическом воспитании. В советское время был интересный такой эксперимент. Киноуроки в школах. Детям раз в неделю показывали добрые фильмы. И они вместе с педагогами их обсуждали. И оказывается, это снизило уровень хулиганства в школах, улучшило отношения между детьми, между учениками и педагогами. И успеваемость стала расти. Поэтому вот можно использовать этот проект в патриотическом воспитании. Да, вот все взаимосвязано. Александр Венич говорит о доброте. Мы как-то забываем уже об этом слове. Потому что рейтинги часто делаются исключительно на преступлениях, на каких-то кровавых картинках и прочее. И чем страшнее, тем выше рейтинг, и тем более котируются издания. А доброта на самом деле забываем. О чем мы говорим о воспитании? Если молодой человек воспитывается на таких жутих, на таких картинках, кто вырастет? Что мы получим в итоге? И здесь мы встретились с вами на открытом уроке. Ведь от фонда был подарок, о котором рассказывали детям. И вот что интересно, я хочу сделать рекламу этому музею. Потому что это интерактивный музей. В отличие от других экспонатов, знаете, заходишь в музей, там везде не трогайте. Здесь, наоборот, детям дают возможность примерить на себя вот эти доспехи. Взять в руки настоящий меч, то есть в натуральную величину, там арбалет или другое оружие. И ведущие этого музея это боевые офицеры. Давайте мы прервемся, я вас вынуждена прервать. У нас буквально трехминутный перерыв. Сейчас удалимся на рекламную паузу. И потом вновь вернемся в эту студию и продолжим. Не переключайтесь, уважаемые друзья. Мы возвращаемся к обсуждаемой теме. Итак, мы начали разговор о том, что это не просто музей, да, в стенах штаба ВДВ нашего Тверского, уважаемого. Это еще интерактивная выставка, да, Александр Евгеньевич? Вы продолжите, что начали. И более того, там дети могут даже пострелять из арбалетов, из луков в живом тире. То есть не просто рассказ о войне, о патриотизме, о том, что главная обязанность мужчины – это быть сильным и защитником. И фактически Тверская область является, можно сказать, таким оплотом, где фашистов просто сдерживали на подступах к Москве. И хочу напомнить, что именно благодаря высоте нравственного потенциала Россия всегда побеждала во всех войнах. За деньги можно воевать, но умирать за деньги нельзя. Наши прадеды всегда побеждали, потому что они отдавали жизни ради блага других. И вот эти две разные системы ценностей – жить ради себя, что пропагандирует Запад, развращая весь мир, или жить вместе с другими и ради блага других – это как раз русско-национальная идея. Да, я думаю, что то, что вы доносите до ребят, это очень важно, до школьников, вот это вот по крупинке, чтобы удалить от той развращающей информации в интернете. И вот у вас как альтернатива. Владимир Андреевич, вы координатор федерального проекта «Историческая память». Это все вместе, вот то же самое с ВДВ, с такими интерактивными выставками, встречи с детьми, да? Основная задача какова этого проекта? Основная задача проекта – не забыть. Мы – великая страна, мы имеем обширную, я бы сказал, много сотен, если много тысяч лет, может быть, даже историю. Вот это забывать нельзя. Вот как правильно здесь коллеги сказали, что можно к истории прикоснуться. Ведь у нас для чего делается история? Для молодежи. Чтобы мы, уйдя на покой, имели поколение, которое помнит. Мы помним, мы люди еще воспитанные на временах Советского Союза, на ценностях Советского Союза. То, что вот Санн Евгеньевич сказал как раз, ценности добра, добросердечия, миролюбия – это вот как раз те ценности, которые мы должны передать следующим поколениям. Я категорически не хотел бы останавливаться на событиях одной лишь Отечественной войны 41-45-х годов. Эта тематика очень ценна для нас тем, что еще остались единицы живых ветеранов свидетелей этих событий. Дай им по 90 лет, даже больше. Тем не менее, мы можем еще прикоснуться к оставшимся свидетелям того страшного времени. И, тем не менее, я хотел бы все-таки, чтобы наш проект не зациклился на теме Отечественной войны 41-45-х годов. У нас есть еще 17-й год, мировая война первая. У нас есть и события Крыма 1854-го года. У нас есть наши князья. У нас еще до этого времени. То есть мы должны знать историю страны, а не историю какой-то отдельной эпохи. Поэтому у нас сейчас основной упор делается на события победы 45-го года. Это год юбилейный. И год, я бы сказал, юбилейный, чем он ценен? То, что у нас в следующем юбилее каком-то, 5-10 летнем цикле, у нас ветеранов может уже не остаться. Даже дети войны и то они уже уходят практически. Вот у меня, моя бабушка, она била патронные ящики для снарядов в годы войны под Свердловском. Ей было очень мало лет, они сдавали еще кровь, чтобы получали допаек. То есть это все надо говорить. И я, прежде всего, хочу что сделать? Молодое поколение должно понимать, что история — это не абзац в учебнике. Это живые люди, которые выдернулись из жизни и поставили на фронт умирать. Умирать за страну, за идею, а не за деньги, кстати, Александр Евгеньевич. Вот эти все вещи — это дух той эпохи. Мы должны поддерживать ценности этого духа. Это как раз наш проект. Это очень важно. Вы знаете, уважаемые друзья, недавно буквально, совсем недавно, я была на уроке мужества в одной из тверских школ. И знаете, я что там услышала? Что показывали слайды, посвященные темам была блокады Ленинграда. И рассказывали о Великой Отечественной войне, показывали фотографии. И на одной из фотографий, на слайде, была вот эта историческая страшная фотография, которую мы все знаем с детства. Зоя Космодеменская. Да, казнь. И спрашивает человек, который ведет урок мужества, ну, кто может сказать что-то вот о подвиге этой героини, девушки, геройски погибшей. Молчание. Кто знает, кто это такая? Поднимите руки. Ни одной руки. Потом он уже просто в лоб задает. Вы знаете о Зои Космодеменской? Ведь никто даже не поднял руку. Ну, это наша боль. Смотрите, вот как, кто должен быть. Это да, кто должен вообще внушать детям и рассказывать. Это родители. С родителей начинаем. Или с детского сада. Как это? Да, конечно, Александр Евгеньевич, вам слово. Вот в прошлом году у нас первое место на конкурсе занял потрясающий фильм «Крик тишины о блокаде Ленинграда». Этот фильм занял множество международных наград. По первому телеканалу его поставили в сетку вещания в два часа ночи. И после этого мы можем много говорить о патриотизме. Дело в том, что сейчас наше телевидение, к сожалению, стало коммерческим. И за что платят, то и показывают. И, к сожалению, большинство фильмов, ну, к сожалению, вот развращающие. Где бандитские какие-то разборки, современные, горячие, жареные темы. В то время как патриотические фильмы, которые рассказывают о войне, ставят, ну, что такое, начало фильма в два часа ночи. С рекламными паузами он закончится в четыре утра. Кто из родителей будет позволять детям это смотреть? Да и сами родители уже лягут спать. Поэтому мы вот как раз вот создали вот этот сайт «На благо мира», где можно все эти добрые фильмы смотреть в любое время. Но вот эту тему мы должны все-таки поднимать. Что многие даже детские фильмы, которые выпускаются в нашем отечественном кинопроизводстве, они не выходят в телеэфир, их не показывают по кинотеатрам, потому что кинотеатры тоже частные. Все зациклены в детях. И они американские фильмы, где большой рекламный бюджет. Даже вот в общественной палате не так давно мы обсуждали вместе с Александром Адбашьяном, известным актером и режиссером, вот эту тему, быть ли детскому кинематографу в России. Потому что Министерство культуры выделяет деньги на создание фильмов. Но после того, как они созданы, у них нет проката и нет возможности их показать по телевизору. По телевизору их показывают в час ночи. Представляете, детские фильмы, которые Министерство культуры все-таки заставляет, показывают для галочки. Но это вот та тема, которой я болею. Нам нужно все-таки как можно яснее понимать, что чем выше технологии, тем они опаснее в руках эгоистов. И тем больше школа, система образования должны уделять внимание нравственному воспитанию детей. Потому что вопрос не в том, что дети будут знать, а как они эти знания будут использовать. Поэтому все-таки патриотическое нравственное воспитание должно идти впереди других каких-то знаний. Это вот то, чем мы здесь все вместе занимаемся. Я рад, что вы нас собрали всех за одним столом. Ну, если мы не будем об этом говорить, то вообще тогда, да? Ведь это же нужно, как бы предлежащий камень вода не течет. И вот еще одна немаловажная тема, как эти знания преподать нашим детям. Можно преподать сухо. И как патриотам нельзя стать. И чувства патриотизма должны находиться внутри. Это душа или состояние духа. К примеру, если мы детей начнем, говоришь, вот, ты прочитай историю, ты станешь патриотом. Это, во-первых, возникнет сразу чувство детского нигилизма. Если заставляет, отторжение. Поэтому в свое время у меня была такая интересная практика. Я сделал киберфестиваль. Что-то к тебе интересно. Гаджеты, телефоны, киберигры. Вот у меня было как. Я сделал впервые в истории Твери киберфестиваль. У меня в виртуальной танке дети играли в зале. А на улице стоял настоящий бренд-транспортер. Был ветеран, который горел в этом бренд-транспортере. Был музей Калининского фронта. Выставка оружия. И вот, совея со времен, вот виртуальный мир, настоящий мир. Виртуальный герой, настоящий герой. Только так, не заставляя, а подвигая наших детей к патриотизму, мы можем доказать, что это нужно, а не то, что глава в учебнике. Владимир Андреевич, я сейчас рассказываю про реальность. Я сразу Андрей вспомнила, как открывали наш парк Победы. Где теперь, вот, пожалуйста, реально можно посмотреть на самолет и на бренд-транспортер. И все своими руками потрогать. И ведь встречи происходят, да? Вот, Андрей, вам, наверное, как никому другому, хорошо, понятно, эта проблема. Потому что вы уже работаете чуть с подросшим поколением, да? Тем, кому идти защищать Отечество. Приходит добровольно и с радостью, или как? Вот, я тоже сторонник добра, но я сторонник, чтобы добро было с кулаками. Вот, именно благодаря этому наша страна до сих пор независимая и ведет свою политику. А что касается патриотического воспитания, то, конечно, надо начинать, как это было раньше, с детского сада. Надо, чтобы ребятишки знали, вот, наше организация шерствует над детским садиком номер 65. Это настолько восприимчивые, открытые души. Вот, что в них сейчас заложишь, вот так они и вырастут. Вот, они настолько открыты, настолько доброжелательные все, не испорченные еще вот этой жизнью и коммерцией, как это звучало у нас. Поэтому, вот, надо все-таки оттуда начинать все это, честное слово, как это было раньше. Ну, это как вот мы, дети, вот, как я несколько раз уже постоянно говорю, детей, переходить дорогу-то учим с детских лет, совсем с младенчества, да? Конечно, да, вы посмотрите, представьте учебник истории в школе. Ведь там про историю Византии, Рима и Греции написано намного больше, чем про историю нашей России, про историю нашей Великой Отечественной войны. Почему же мы вот это все настолько сузили, что они действительно не знают наших героев, на которых мы воспитывались, и благодаря которым, в общем-то, мы всегда и везде побеждаем? Вы знаете, вот, Андрей, перебило даже вот такое вот, что у меня тоже в очередной ужас повергло, когда 16 декабря, святой день для всех жителей нашего Тверского региона, да, когда детям объясняют, опять же-таки взрослым уже детям, выпускникам, что сегодня, в этот день, город Калинин освободили от немецко-фашистских захватчиков. И каково было удивление педагогов, когда первый вопрос, который прозвучал от детей, был, а что это такое за город Калинин? Ну, вот поэтому сейчас и переписывается история там на Западе, они думают, что мы ее будем воспринимать, и совершенно справедливо, вот, мне очень нравится позиция нашего президента, который просто вот, ну, бросается в атаку вот на этих писак и говорит, что мы никому не позволим переписать ее, никому не позволим забыть ту кровь, которую проливали наши предки за нашу свободу. И, конечно же, государство должно то же самое делать все вместе с нашими общественными организациями, со всеми, чтобы никто не был забыт. Действительно, время идет, ветеранов становится очень мало. Я по своей должности каждый день подписываю вот эти скорбные списки, когда они уходят. Они действительно уходят вот каждый день десятками. Возможно, каким-то образом объединиться представителям нашей профессии, записать, хоть успеть записать воспоминания реальные, живые, которые потом в музее их показывают, да, Александр? Я хочу вот еще сказать, что я уже говорил неоднократно на встречах, что мы собираем фотографии и биографии. Да, 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 мы говорили об этом много раз. Я хочу сказать, что на нашей Тверской земле, вот, на сегодняшний день мы собрали сведения о 274-121 участник войны. Уже есть эти сведения про них, они уже не канут безвестность. И 5237 с фотографиями, пока они еще живы, пока есть возможность у кого-то что-то записать, найти фотографии. Я еще раз вот обращаюсь ко всем тверичам. Приходите, пожалуйста, в любой военный комиссариат, приносите сведения о своих родственниках, потому что подвиг нашего народа действительно бессмерт. Уважаемые друзья, у нас есть телефонный звонок, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Игорь, вот у меня такой вопрос. Бывает ли патриотическое воспитание без огорчения, и как приучить малыша воспитанию? Без патриотическое, без огорчения? Что, я не поняла, слово какое. Спасибо, спасибо. Давайте ответим на наши телезрительницы радиослушательницы. На самом деле, патриотизм – это любовь к родине. И для того, чтобы человек вырос патриотом, нужно узнавать как можно больше о людях, проживающих здесь, которые делают этот мир лучше. Как можно больше узнавать о своем крае. Потому что только тогда, когда мы узнаем о примерах для подражания тех людях, которые рядом с нами просто жертвуют своей жизнью, своим временем, чтобы сделать нашу жизнь лучше, тогда просто будет ответное желание защищать этих людей, эту страну. Я хочу добавить, что, прежде всего, конечно, это надо воспитывать личным примером. Потому что дети копируют своих родителей, своих бабушек и дедушек. Конечно, у нас в стране не все нормально, не все хорошо. Но если дети из уст своих родителей слышат, как мы плохо живем, как нам чего-то не хватает, естественно, что они будут это воспринимать так. А надо просто вспоминать о том, что у нас было хорошо. У нас же не все плохо, у нас же много хорошего. И поэтому, чем больше дети будут получать хорошей информации, тем они будут лучше, чище, наверное. А потом на примере своих близких, вот о чем, Андрюшка, вот сейчас. В каждой семье наверняка есть деды-прадеды, которые воевали. Вот, пожалуйста, вспомните и рассказывайте детям. Патриотизм уже некоторые вначале затаскали это слово, потом не определились с понятием. Мы все выбираем национальную идею, а она, кажется, лежит на поверхности. Вот Алексей хотел что-то добавить. Я, на самом деле, отвечаю в первую очередь на звонок уважаемой слушательницы и зрительницы нашего прямого эфира. И согласен, с одной стороны, с утверждением Александра Евгеньевича о том, что нужно все-таки больше о добрых вещах говорить, потому что вопрос звучал, как сделать без огорчений. Ну, мы, например, в своей работе в рамках выставки «Четыре эпохи военнослава Твери» и не только проводим военно-исторические фестивали, мы не ставим задачу показать какую-то агрессивную составляющую. Хотя Андрей Санчиславович абсолютно правильно сказал, что добро должно быть с кулаками. И один из русских царей правильно говорил, у России есть только два союзника – армия и флот. И ничто современной геополитической реальности не изменилось. Я вот в рамках этого что бы хотел сказать. Личным примером, однозначно, но вот перекликаясь всем, что сказал Андрей Санчиславович Александр Евгеньевич, воспитывать надо на примере героев и на личном примере. В каждой семье это есть. Мы, например, на выставке говорим о «Четырех эпохах», как Ирина справедливо заметила, «Четырех эпохах воинской славы». Слава она уже есть. И слово «воинское» все-таки, уважаемые друзья, это оружие, это война. Я к тому говорю, что говорить о военных победах и о традициях побеждать – это не есть огорчение, это не есть доставлять огорчение, это не есть. Это основание и повод гордиться. Но вынуждены несколько не согласиться с Владимиром Андреевичем насчет не ограничиваться 75-летием победы. Я все-таки глубоко убежден, что основной геополитический вызов фальсификации истории – это и есть принижение или невелеврание роли Советского Союза в победе в Великой Отечественной войне, в частности, в Второй мировой войне. Вклад в победу в Второй мировой войне вообще. Мы тот отрезок, который касался непосредственно части Советского Союза, называем Великая Отечественная война. Но мы понимаем, что Великая Отечественная война – это часть Второй мировой войны. И об этом мы, кстати, говорим школьникам, которые приходят на выставки. То есть, надо понимать просто происходящее. Действительно, мы сейчас много говорили о том, что действительно идет грандиозная, беспрецедентная фальсификация истории. И вот в год 70-летия Победы, я, повторюсь, выдружу, к сожалению, не согласиться с Владимиром Андреевичем, я считаю, что однозначно весь акцент должен быть сделан на сохранении исторической памяти именно о победе советского народа в Великой Отечественной войне. То есть, я считаю, это будет основополагающий камень, который ложится в сознании. А патриотам действительно нельзя встать в 18 лет, в 19, когда человек пришел служить вооруженной силой Российской Федерации. Так не получится. Вдруг неожиданно. Так не бывает. На счет 3-4 я стоянно начинаю любить свою Родину. И вот в том, что начинаем с детства, воспитываем личный пример, о чем говорили уважаемые коллеги, вот здесь я совершенно согласен. Но все-таки в год 75-летия, на выставках мы это, естественно, будем делать, конечно же, акцент, безусловно, о беспрецедентном героическом подвиге советского народа. Потому что это все-таки фундаментальный камень в современной истории, в мировой истории, который позволяет препятствовать и свести на нет все возможные фальсификации истории. Как бы талантливые не были те, кто пытается это сделать. И как бы не были они мотивированы. Кстати, вот, Леша, я хочу сказать, вот те примеры, которые я приводила, ведь это же тоже в чем-то результат той самой информационной войны, которая ведется против нас. Вот, пожалуйста, уже одержанные победы, а в голове ребенка не остается ничего, как чистый лист, да, который мы говорим, заполняй чем угодно. Позвольте, пожалуйста. Да, конечно. Я хотел бы сказать, что такое патриотизм. Мы все говорим, патриотизм, это вот как, знаете, как, растучатое понятие. Это, прежде всего, любовь к родине, которая начинается с порога дома. Это любовь к маме, любовь к дому, любовь к той земле, где ты родился, вырос. И, соответственно, это должно позиционироваться как любовь к стране, где находится твой дом, твоя семья, твоя мама. И почему у нас в основном, в подавляющем большинстве всех войн были оборонительные, потому что мы защищали именно свой дом. На что как раз делал ставку Гитлер, когда к нам пришел, он делал ставку на то, что мы все рассыпемся. Мы же не только многонациональная, но мы еще многоконфессиональная страна. И как раз, как сплочение нашей страны на теме защиты дома явилось основоположением того, что мы, объединившись, конечно, спустя тот шок первых годов войны, мы смогли выгнать врага опять и закончить победу именно на территории врага. Это был, конечно, верх патриотизма нашего народа, который составлял из многих, хотя мы все говорили, что мы русские-русские, мы все армяне, грузины, юрий, мы все русские. Мы же идем в Россию. Один сплоченный кулак. Да, и они нас и называли, вы русские, и они не делали различными национальностями. И как раз сейчас один из упоров в фальсификации направлен на то, чтобы мы разъединились. Ну, это как раз добиваются, конечно. Да, вот как раз мы должны этому противостоять. Очень обидно, что, вот я смотрел выступление украинского президента, когда он говорит, что первый украинский фронт, подразумевая, что воевали там одни украинцы. Ну, вот это жуткая безграмотность или специально сделано, или действительно он сознательно так считает. Но это все равно, что Калининский фронт, можно сказать, своё интернете, вы выходцы из города Калинин. Да, это то же самое сказать. Ну, вот мы сейчас говорим, вот мы поднимаем эту тему, уважаемые друзья. Но то, что сказал Александр Евгеньевич, добрые, хорошие фильмы, с которых можно строить жизнь, писать свою жизнь, да, ночью идут. Ведь нужен какой-то, какая-то инициатива, чтобы это вновь ввели в школу, чтобы больше людей занималось, нужных, правильных людей занималось с нашими детьми, да. Чтобы фильмы хорошие показывали, нормальное время, да. Как, кто, кто инициативу на себя эту возьмёт? Как нам переловить ситуацию? Здесь вот как раз вопрос, гражданское общество должно выработать свою позицию. Ни для кого не секрет, что мы сейчас живём по Конституции, которая написана американцами. Поэтому Владимир Владимирович Путин поднял вопрос о всё-таки корректировке этой Конституции, которая запрещает любую идеологию и запрещает цензуру. То есть у нас запрещена своя идеология, но не запрещено пропагандировать чужие идеологии и запрещено препятствовать пропаганде чужих ценностей, которые в первую очередь направлены на разрушение института семьи. Потому что вот хорошо было подмечено, что обороноспособность зависит от семейного уклада. Потому что когда я служил в армии, одной из любимых наших строевых песен была песня со словами «Ведь для солдата главное, чтобы его далёкая, любимая ждала». Потому что семья — это ячейка общества. Всё начинается в семье. Если в семье хорошие отношения, то мы действительно начинаем любить родину, где мы выросли. Но если в семье какая-то неблагополучная, или вот, например, как на Западе, почему там нет отчеств в паспортах? В Европе, в Америке нет отчеств. Почему? Потому что им стыдно. Их матеря в течение жизни меняют несколько отцов. Родил этот, потом рос с этим и так далее. Биологический отец такой, а дальше идёт на список. Да, и вот мне повезло. Я вырос в то время, когда все мои одноклассники, все мои друзья росли с родными, папой и мамой, в полных семьях. И вот главная сейчас информационная война идёт на разрушение нравственности здоровых традиционных семей. И вот Россия сейчас фактически является бастионом на этой планете. Это единственная, можно сказать, серьёзная страна, которая считается, которая защищает традиционную семью. Это главное, что нам нужно сохранить, если мы хотим всё-таки, чтобы страна была сильной. Напомню, как нам говорили, семья – это ячейка общества. Крепкая семья, крепкое непобедимое государство. Эти понятия тесно связаны. И вот нам нужно возродить культ почитания женщины как матери. К каждой девочке нужно относиться как к чьей-то будущей матери. И вот мне нравится, что во многих суворовских и кадетских корпусах это уважение воспитывают с подросткового возраста. У меня одна знакомая рассказывала, как её дочка вошла в кадетский какой-то там класс. Все мальчики встали. То есть офицеры их учат уважать любую женщину. Женщина встаёт, мужчины. То есть женщина заходит, мужчины встаёт. Вот это благородство должно прививаться нам как основа нашей жизни. Воспитание, да. Кстати, вот я недавно… Ведите, как успех интересный. Да, вот, кстати, недавно, перед Новым годом, у нас юнармия, которая набирает свои обороты, они провели первый юнормейский бал, на самом деле бал. И там тоже вот уважение все, вот такое, как когда-то было, да, и в воинских училищах военных, да, и в нашем Суворовском училище, да, что это не просто дискотека. Он может рассказать, как выпускник нашего училища Суворовского. Я выпускник Калининского Суворовского военного училища в 1991 году ещё при Советском Союзе. Так получилось, что мы оказались последним выпуском Калининского Суворовского военного училища при Советском Союзе. Путь мы встречали уже в Высшем военном училище. Так получилось, как раз, вот именно в этот год. Ну, естественно, вот тут Александр Евгеньевич, вот это очень интересный аспект. Я даже, честно сказать, и не задумывался, пока вот он не сказал. Столько лет прошло. культура отношения военного человека, хотя военные все разные. Андрей Савич правильно сказал, что добро должно быть с кулаками. Военный человек, он изначально. Владимир Андреевич, он летчик. Военный человек, он формируется для того, чтобы защищать. Но это не делает его грубым и не делает его непочтительным по отношению к членам своей семьи. Это очень важный аспект. Я, честно, не задумался. Чем лучше отношение к своим близким, тем более сильнее он. Но у нас вот это было. То, что действительно было целое направление бальных танцев в Суворовском училище. И сейчас оно, к счастью, вот это одна из тех вещей, традиция которой, она сохранена. Что действительно приходили девушки, которые занимались в этом социальном коллективе. Но у нас было реально очень уложительное к ним отношение. И если вот просто кто-то бы не встал, были бы проблемы именно с офицерами. Потому что тогда у нас командиры взводов были именно офицеры. У нас командир взводов в звании майор, командир ротов в звании подполковник. То есть там в Суворовском училище военизированный детский сад, как его называли. Но офицеров там боялись. Если бы кто-то посмел просто бы не встать или вот как-то что-то там сказать, или как-то не так посмотреть на этих девушек, то это были большие проблемы. Но потом, да, мы говорим вообще в целом о воспитании, воспитании человека. Это не значит, что если ты связан с военными действиями, то ты ничего не должен знать, только как шашкой направо на левую дорогу, отёброзно говоря. Это же... С этого всё идёт. И, наверное, мы, как сказал Александр Евгеньевич, что он воспитывался ещё в тех условиях. Мы все воспитывались в тех условиях. Мы все вспоминаем эту школу и на что нас нацеливали, да? Каким образом? Ну, я хочу сказать, что, безусловно, на родине можно служить по-разному. Ну, конечно, мы за то, чтобы ребята все прошли воинскую службу. Один год – это не очень много. Но есть ребята, которые, допустим, по состоянию здоровья не могут служить в армии, но они могут служить в науке, в искусстве, да где угодно. Потому что родине каждый человек на своём месте, я думаю, должен служить всегда. Вот как он родился, и первое слово у него должно быть не «дай», а «на, возьми» сначала. Поэтому я хочу сказать, что у нас действительно молодёжь сейчас очень умная, начитанная, ну, по своим критериям, да. Поэтому заставлять их любить родину нельзя, но можно их приучить к тому, чтобы они действительно родине своей приносили пользу. Каждый на своём месте. Сделал какое-то доброе дело, как раньше говорили, да хоть бабушку через дорогу переведи. То, что произошло. Тут раз, мне нравится, что слово «доброта» у нас сегодня в эфире присутствует постоянно. Это уже добро. Вот. Поэтому у нас же очень много людей, которые в этом просто нуждаются. Государство иногда, вот, ну, естественно, это очень сложная структура, забывает о простых людях. Вот. И тогда, вот, я хочу сказать, что очень важна здесь роль общественных организаций. Мы лучше знаем людей, мы лучше знаем ветеранов, их нужды. Да, просто прийти к человеку и поговорить с ним просто по душам, это уже хорошее, доброе дело. Потому что, как правило, когда человек работает, да, он вроде всем нужен. Как только он вот ушёл на покой, на пенсию, получается, человек не нужен. Почему у нас в наших организациях и много достаточно ещё молодых людей, которые, будучи уже пенсионерами, но хотят приносить пользу своей стране, продолжать и ребят воспитывать. Если надо, конечно, и в строй встать. Поэтому вот за счёт этого наши организации, вот, они и растут, и расширяются. И хорошо, что у нас есть такие люди неравнодушные. Вот. Может быть, у нас не так много молодых ребят, но их можно понять, потому что у каждого семьи, маленькие дети, надо работать, зарабатывать, воспитывать детей. Но, тем не менее, в последнее время к нам и молодёжь сейчас потянулась, потому что, если этот вакуум не заполним мы, то заполнят быстренько другие люди, вот, и из других стран. Поэтому это очень важная работа, я считаю. Послушайте, что-то я добавлю. Вот в продолжении разговора Андрей Александрович сказал, что у нас иногда возникает соблазн сделать легко и быстро мероприятие по патриотизму. Я имею в виду флешмобы. Когда говорят, а давайте мы выложим свечами в слово «спасибо» ветеранам, говорю, ребята, лучше придите к ветерану. Да, вот о чём Андрей сказал. Не делайте, просто поговорите, узнайте, что ему нужно, хотя бы по душам попейте с ним чаю, это уже будет гораздо лучше, чем сделать флешмоб, выложить цветочками, это имитация патриотизма, это, наоборот, контрпродуктивно. Это вот та самая галочка, мероприятие для галочки, против которой отторгается молодёжь. Это как пустая таблетка. Человек не лечится, он умирает, умирает духовно. Вы против этого, как раз здесь спрашиваете, против этого борьбы. Тем более мы говорим, что ветеранов-то немного, да неужели, может быть, даже имело смысл, вот их фамилии, их имена, чтобы они постоянно видят и показывать хоть каждый день в новостях, хоть как-то, как же, не каждый раз в неделю, да, как человек живёт, всё ли достаточно, удачно ли, счастливо ли, старость этого человека, возможно, а почему бы нет. У нас был недавно, кстати, вебинар, тоже в продолжении разговора, было предложено в день 9 мая провести субботники, но если есть возможность вместо субботника выйти к ветерану и хотя бы в День Победы, я же не говорю, уж каждый день к нему ходить, но хотя бы в День Победы зайти к нему, узнать, что ему нужно, просто узнать, поговорить, вот как раз вот о чём мы говорим. Да, да, День Победы, это не субботник под галочку. Это слишком, да, некоторые не доживут, некоторые проживут и совсем немного после этого святого дня. Пока есть время. Вот я бы за то, чтобы просто почаще, даже вот не обязательно одним и тем же много же общественных организаций. Кстати, как вот вы общаетесь с представителями власти, вас понимают, вас поддерживают, поддержку можно найти у тех, кто облачён в власти? Я могу сказать, что в качестве эксперта, значит, я был приглашён, правительство Тверской области обсуждали план подготовки к Дню Победы, 75-летию. Громадная работа, вот надо отдать должное, правительству нашей области было проделано мероприятий, просто вот сотни, сотни мероприятий и спортивного характера, и творческого. Вот. И самое главное, я считаю, чтобы вот не забылись действительно про вот эти галочки, а дошли до каждого человека отдельно, до каждого ветерана. Вот когда мы дойдём до каждого ветерана отдельно, каждому скажем спасибо, бабушка или дедушка, вот тогда я считаю, мы вот достойно встретим 75-го годовщину нашей Победы. Да, правильно. Я могу сказать, ну, по поводу вот той работы, которую мы ведём с органами государственной власти в рамках выставки, мы действительно, я бы хотел сказать отдельное спасибо администрации города Твери, потому что два раза мы получали грантовую поддержку именно на формирование экспонатов. Там это же всё такая ювирная работа, это огромная работа сделана. там действительно 12 специальных манекенов, действительно, дважды мы становились победителями конкурса, получали грантовую поддержку за счёт субсидий администрации города Твери, за что им громадное спасибо, то есть, поэтому, когда начинают критиковать органы государственной власти, вот мы на своём примере чётко говорим, мы реально помощь получали. В этом году мы подали заявку на предоставление субсидий из бюджета правительства Тверской области, это конкурс, который сейчас проводит управление общественных связей правительства Тверской области, рассчитывая на победу и поддержку, естественно, конечно, акцент мы делаем на экспозицию Великой Отечественной войны. Но, кстати, сегодня хочу сказать, вот у нас после окончания прямого эфира, как раз все здесь участвуют, мы переедем в штаб, и как раз при поддержке проекта «Историческая память» мы презентуем реконструированный новый экспонат, это модель восстановлено реально воевавшего пулемёта ДП-27, ну и он называет Дегтярёв, действительно, вот то, что нашли поисковики, вот сегодня мы будем его презентовать, то есть мы совершенно чётко от слова переходим к делу. Вот сегодня уже школьники среднеобразовательной школы номер один города Твери будут присутствовать на открытии и презентации данных экспонатов Великой Отечественной войны. Слушайте, уважаемые, чем мне нравится с вами общаться, можно говорить и можно говорить очень красивые слова, их много, но вот здесь реальные дела. То есть, вот если кто-то спросит, вот поддержка, вот огранда, а конкретное дело на воспитание наших детей. Ну, то есть, я бы хотел сказать, что совместными усилиями и при поддержке там общественных организаций, там федеральных проектов, историческая память, но от администрации города Твери мы надеемся отправиться в Тверскую область, естественно, эту поддержку получаем. То есть, сказать, что власть стоит спиной, это неправда, власть стоит лицом. И нас это радует. Да, 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 конечно, Алексей, вы хотите что-то добавить? Я тоже хочу добавить, всё-таки у нас правительство уделяет огромное внимание общественным организациям, потому что общественники могут больше сделать, чем чиновники, чья деятельность очень строго регламентирована. Меня самого несколько раз приглашали в комитет обороны по Госдуме, я там выступал, даже в выездные заседания администрации президента. Сейчас весь мир ожидает от России новой объединяющей идеологии, потому что Запад живёт по принципу независимости. Каждый за себя. То есть каждая страна хочет построить своё счастье отдельно от других, за счёт других или в ущерб другим. Но Россия вместо концепции независимости должна предложить концепцию взаимозависимости. Мы все части единого целого и зависим друг от друга как органы одного тела. То есть ни один орган не может быть счастливым, здоровым, если другие все больные. И вот как раз Россия объясняет, что не нужно причинять страдания другим, вам это укнется. Например, Франция и Германия помогли американцам разбомбить Ливию, чтобы качать оттуда нефть бесплатно и получили миллионы беженцев, содержать которые гораздо накладнее, чем эта прибыль от бесплатной дармовой нефти. То есть как тебе что посеешь, что пожнёшь. Да, 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 это всё. Возвращаемся к русским пословицам. Уважаемые друзья, наши подходят к концу очень стремительно. Вот у нас уже пожелания есть, да, и, наверное, можем пожелать нашим телезрителям достойно встретить великую годовщину 75-летия Победы, да, и не забывать о тех, кто рядом. И ещё, да, 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 буквально несколько секунд. И я хотела ещё, вот, Андрюш, чтобы ты напомнил относительно вот этого, что обращайтесь в военкоматы о своих воинах, о родственниках. Да, я хочу сказать, что в парке Патриот создаётся уникальный храм, главный храм вооружённых сил России. 1418 шагов по числу дней, которых велись боевые действия. Запланировано 77 миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны. То есть, чтобы каждый наш дед, прадед, бабушка, прабабушка присутствовали вот на этом уникальном комплексе. Поэтому нам очень нужны данные о ваших родственниках. Они действительно заслужили это своей, своей жизнью всей. Поэтому приходите к нам, пожалуйста, приносите сведения о них. И пока эфир не закончился, с днём рождения, бабушка. Спасибо огромное. Спасибо, друзья. Я хочу сказать, что Ирина Владимировна наш добрый друг, уважаемые телезрители, радиослушатели. Она очень скромный человек. И тем не менее, 2 августа мы наградили её от имени Центрального Совета нашего Союза десантников медалью. Я с удовольствием ей это вручаю. Медаль называется «За верность долгу и Отечеству». Спасибо. Так и хочется сказать, служу Советскому Союзу. За патриотическую вашу активную деятельность, потому что вы, будучи журналистом, посещали даже горячие точки. Вот вам диплом. Спасибо. И от писателя лучший подарок сделай своими руками. Надеюсь, вам понравится моя книга. Обязательно почитаю. Спасибо, уважаемые друзья. С днём рождения. Спасибо. Спасибо, уважаемые друзья. Пусть всё будет хорошо, пусть не будет войны. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Здоровья и мира всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин